здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня я вам покажу скоростной такой вот мастер-класс обзорчик на вот этот вот желез девчонки очень классный по моему мнению симпатичный оригинальный не совсем простой я покажу упрощенную версию нет немного измененную не ту которую вы видите как бы на фотографии потому что если вязать арен вы сейчас поймете почему если вязать вот эту версию которая у нас на фотографии вот вся фишка в этих как бы боковых скосах но узора вот но его нужно показать хотя бы на мини мастер-классе на изделие вот вот этот вот переход спинки переднюю деталь это конечно же на более длительный мастер-класс если вы хотите то мы его можем сделать все зависит от ваших вашей реакции вот значит первым делом определяем длину и ширину изделия как обычно набираем петли снизу и определяем здесь у нас английская резинка либо полу патентная резинка тоже на ваш выбор что вы больше любите значит буквально с первого ряда идет английская резинка возможно два ряда резинка 11 но не обязательно в общем смотрите здесь по бокам у нас где-то 7 петель жемчужного узора и далее полу патентная резинка на свободу облегания 10 сантиметров значит полукруг окружность бедер плюс 10 сантиметров но может быть 12 вот так вот не больше далее мы вяжем вот сколько мы хотим достаточно глубокие разрезы вот здесь у нас примерно примерно я пишу 20 сантиметров до точки проймы от конца разреза там где вы начинаете либо переходите на круговое вязание связав две детали вот длину этого разреза длина самой самому самого жилета вот так вот если визуально смотреть я не знаю сколько модель где-то 70 75 сантиметров это всего если учитывать что пройма у нас примерно 25 сантиметров то здесь у нас будет 50 сантиметров да вот это вот бы часть и разрез у нас где-то 30 35 сантиметров это приблизительные цифры смотрите относительно вашего роста вот то есть вы набираете петли вяжите до разреза далее убираете вот эту вот часть полосочки 7 петель жемчужного узора и либо соединяйте либо обе детали вяжите до линии проймы отдельно либо вместе полу патентная резинкой то есть до до этого момента все детали одинаковые значит здесь у нас идет полоса 5 петель до закрытие вот этих вот то есть она непрерывно 5 петель у нас идет и закрытие у нас вот здесь вот я вижу три раза у нас провязана по 3 петли вот для спинки вот здесь вот у меня спинка передняя деталь для спинки у нас два раза всего провязана по 3 петли это все закрытия проймы больше там ничего нету через сколько через каждом восьмом ряду в восьмом ряду то есть через 7 через 7 вот здесь вот 7 7 и в восьмом ряду мы это все дело делаем вот здесь то же самое но только два раза и вяжем до высоты нашей детали что же мы видим на оригинале у нас здесь идет сокращение вот так вот а деталь спинки у нас связано вот таким вот образом да и переходит в деталь переда так как у нас детали спинки вот я же говорю кто кто опыт найти сейчас меня поймут что нужно сделать на детали спинки у нас здесь вот незаконченные ряды для горловины вот здесь у нас незаконченные ряды для горловины поэтому слишком как бы сложно объяснить это все дело как в таком скоростном мастер-класс ну экспресс мастер-классе вот поэтому я объясню как как это сказать без вот этой вот детали а если уж вам интересно да я соглашусь со многими что именно эта деталь придает такой вот изюминку этому жилету поэтому наверно надо будет все таки связать мини версию вот и объяснить именно такой вариант но сейчас я объясняю простой вариант то есть есть когда вы сделали сейчас продолжаем но простой вариант без вот этой его части и и я не буду объяснять ее нужно показывать подробно вот когда вы сделали эти сокращения вы вяжете до момента горловины вот отсюда сюда вот и теперь вам нужно не закон петли по центру оставить петли и здесь вот незаконченными рядами дойти до плеча при этом эти петли мы оставляем то же самое со вторым как бы по со второй полочкой здесь у нас ничего нет потому что это обычный то есть у нас остались здесь открытые петли и здесь открытые петли далее плечо плечо я бы рекомендовала как обычно по 5 петель сделать скос вот и потом и оставляю и остались эти наши в принципе петли то же самое мы им делаем на спинке авто делаем скос и незаконченными рядами только здесь вот вот это вот разница будет 3 сантиметра а здесь у нас где-то 7 сантиметров то есть глубина вот тоже самое у вас остались по центру кстати у меня есть видео как такую горловину только на лицевой глади оставлю под видео в описании как делать такую горловину это у меня есть то есть это я вам оставлю эту горловину еще что хочу но в принципе все вот я здесь по-быстрому значит видео я вам оставлю а здесь быстренько у вас остались здесь петли здесь петли вы их переснимаете на круговые спицы и до верху довязывайте полупатентной либо английская ну я думаю полупатентная все-таки вы довязываете до верху и закрывайте все петли и по сути все если плечи можно закрыть как бы крючком то есть у вас здесь уже все будет шито и вы довязываете коргава горловину и все в принципе готово что хотела еще сказать девчонки пишем в комментариях хотим и мини мастер-класс или не хотим потому что мне интересно разобрать вот именно как самый оригинал этой модели вот еще хочу вас попросить пожалуйста под подпишитесь на инстаграм и еще я создала страничку группу в фейсбуке для чего для того что ходят вот эти вот волны в интернете по поводу закрытия ютуба в россии поэтому девчонки чтобы мы не терялись не дай бог что-то случится с ютубом да просто чтобы мы не терялись и как снимала видео так и буду снимать но выкладывать я их буду тогда в instagram все и фейсбук вот поэтому настоятельно рекомендую вам подписаться чтобы просто мы не терялись вот ну а на сегодня девчонки все с вами была вика школа рукоделия всем пока пока